а сейчас мы посмотрим как работает компьютер 286 вот он тут у меня здесь у него 1 мегабайт памяти ну вот я здесь поставил радиатор на процессор и на сопроцессор к сожалению они очень сильно греются вот мультикарта видеокарта Trident клавиатура блок питания дисковод мышка гениус шариковая компортовая и вот винчестер на котором у меня собственно все программы для этого компьютера включаем о блок питания зашумел еще раз ну что у него такое ну вентилятор не очень хороший нет опять да что ты будешь делать что с тобой о включился вот мышка появилась загрузился драйвер сейчас откроется дос навигатор так попробуем какую нибудь игру ну например в какой нибудь вольфенстайн 3d сейчас запустится вот вольфенстайн 3d частота процессора у меня ну вообще максимальная 10 мегагерц на плате установлены 2 кварца 20 который чему то ни на что не влияет его можно вытащить и 16 я подозреваю что 16 мегагерцовый как раз и есть основной поэтому наверное частота у меня 8 мегагерц ну посмотрим комфортно ли играть на такой частоте вольфенстайн так ну вот я здесь уже играл уменьшил экранчик в принципе все бегает очень даже неплохо а вот сейчас я экранчик увеличу для этого надо нажать их 5 увеличим его до максимума не согласимся с изменениями вот тут и выяснилось что частоты процессора немножко не хватает играть можно но все происходит рывками не плавно совсем так где у нас там хоть немцы то не не тут да где же они были то забыл я уже тут наверно тут наверно вот вот убил таким образом получается что экран придется сильно уменьшать иначе играть практически невозможно так ну что ж попробуем сейчас другую игру теперь запустим катакомб абис так то надо запускать вот так вот так но здесь нужно кнопку 6 есть загрузка здесь сейчас не быстрая ну и компьютер весьма не новый процессор у него маленький в пластиковом корпусе даже не керамический ну чего он там запускайся давай вольфенстейн и тут быстрее загружался но он наконец то кто то появилось воинам я быть не хочу буду этим самым но что хорошо здесь экран поменьше чем вольфенстейне скорее всего режим какой нибудь и единая а хотя может быть частичные вг тогда непонятно почему они палитру не поменяли почему у них 16 светлая палитра судя по по так ну вот вот даже можно как то играть вот эта игра идет уже плавнее намного сейчас на нас полезут зомби ну и где они это надо срывать но все равно не очень плавно то есть играть то может быть и можно было только наверно это было не очень приятно ну что где хоть зомби то что были же вот он наш дружок и сзади наверное еще один к сожалению разворачиваемся мы очень медленно но и даже два ч ч ч так вот ч о там похоже еще ну в общем играть можно но не слишком приятно так что выходим из этой игры и запускаем какую нибудь игру другую ну запустим после катакомб дизит 3 то что спикерная музыка запускаем как я согласен я не знаю что там написано но логотип кода мастерс появился и вот собственно дизит в принципе играть можно дизи выглядит также почти как на амиде только цвета но более блеклые но что же делать все таки 286 дизит хотя тоже чувствуется что как то и не слишком то он быстро работает как то он заторможен хотя может так и должно быть я просто привык к спектруму я просто привык к спектруму это дизи 4 на спектру вот здесь уже графика немножко получше здесь он уже шустрее бегает но звука не будет потому что он уже на спикер не ориентирован в целом графика повторяет графику самим но в целом графика повторяет графику самим но а чей то он сквозь плавник пролетел интересно не должно быть такого да ё-моё на спектруме это было попроще ну наконец то но в целом 286 очень даже неплохо если бы мне такую машинку у 94 вместо спектрума подарили я бы наверное скакал и прыгал от радости ну что ж посмотрим другую дизи дизи 6 тоже классический дизи похож на амижный как две капли воды на амиге я его проходил а здесь я его еще пока не пробовал но я думаю что отличий никаких а вот версия со спектрума наверное какие то отличия имеет хотя бы потому что там постоянно пытаются дизи купить везде там пакела птицы и прочая нечисть а вот и тролль ну ладно так посмотрим еще какую нибудь допустим допустим еще одну культовую игру лари первый который богат переделка первого лари подвига и это взлом команды известный этой игры вот для нее уже потребуется мышь ее без мыши играть некомфортно не комфортно не комфортно я я Так, ну ждем. Ой, к сожалению, программа написана неудачно, и поэтому она буфер клавиатуры не очищает перед запуском основного экрана с выбором. А я как раз нажал пару раз пробел и Enter. Ну и выбралось совсем не то, что нужно. Так, заново. Ну что, ждем. Вот, ну конечно, мне 32 года, поэтому я выбираю этот режим. Кто не является музыкантом? Хоган, Кальман, Старкман, Маркман. Ну, я ответ на этот вопрос не знаю, поэтому я нажму стандартную комбинацию Counter-Valtex. Да, врон, брехон, обманщик. И вот запустилась игра. Ну, варе надо бы настроить. Ну, например, добавить ему темпа и уменьшить детали. Звук лучше вообще отключить. Он нам не понадобится. Да, вот, можно играть. Достаточно резво бегает. Хотя, насколько я помню, сцена в казино подтормаживала. Там, где много игровых автоматов, там оно подтормаживает. Ну, и переходы между ценами тоже не очень быстрые. Но играть в целом можно. Даже достаточно комфортно. Юмор в этой игре очень интересный. И играть в неё приятно. Перевод удался. Да, вот сцена с анимацией. И Ларий бегает уже не так быстро, как на предыдущей. Но в целом играть можно. Даже более чем. Ну что ж, пойдём почитаем надписи на стенах в туалете. Анимация. О. 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 в общем играть можно пробуем теперь киранде культовую игру вот у нас киранде первая часть так пропустим к сожалению эта версия игры непроходимо нужен новый файл начала игры в котором в начале игры будет умер стака в этой версии нет тут надо нажать чтобы пропустить этот мультик потому что он уже пропускает это тоже понажимал но ввиду скорости машины мы этого не видим чем он занят неизвестно а вот дам пропустил мультик хорошо вот появился брендон но мы сейчас лучше если загрузим игру вот эту здесь я уже получил амулет в целом брендон бегает очень даже ничего то есть киранде на двести восемьдесят шестом играть более чем можно играть здесь очень красивая и играть неприятно впрочем с описанием я ее давным-давно прошел описание правда это сделать наверно посложнее особенно на этапе с камнями поднимется наверх посмотрим как работает анимация но более чем вот и звук появился но здесь вот должна быть пила но и здесь нет поэтому игра непроходима но у меня где то лежал файл где это пила есть тут есть его уже вылечил он такая шикарная анимация слева где море да в девяносто четвертом этот компьютер был бы для меня с этим подарком в сравнении со спектром так это небо и земля сейчас посмотрим что нам тут сделает бренд бренды здесь и нет уже ну ладно сохраню игру нам будущее и завершу работу программы можно еще запустить гоблинс 1 и гоблинс 2 но в целом они и так идут а вот кошачья аллея точнее бездомный кот игра почти моя ровесница нет струистика у меня нету я играю за котенка но следим пусть убирается главное не вылететь из окна да что ж такое сейчас придется ловить птичку опа поймал так так надо срочно к этой кошки у котов весеннее спаривание и где она что будем делать вот теперь надо по этим сердечком добраться до кошки но к сожалению меня это не получается еще ни разу не получилось видно я такой неловкий так да что ж такое я не знаю ну все выпал ну ладно еще иногда пробегает собака а есть бочек вылезает другой кот который мешает сбрасывает а вот собака перепрыгнули ну вот такая вот игра как из нее выйти я честно говоря не знаю пока мне это не удалось похоже она не предусматривает выхода но наверное требует сброса компьютера контролл и все начинает так можно запустить еще диггера он уж полный мой ровесник 83 год и должен работать гарантированно на этой системе запускаем и поехали ой что ж я так попался то обидно в диггере можно стрелять нажав F1 сейчас мы этих монстров будем убивать шпук все нет ах ты блин как неудачно то Не всё. Ну вот, один уровень прошёл, правда, потерял все жизни. Ну, ладно. Так, выход из неё то ли F12, то ли F10. Забыл уже. F10. Вот. Ну вот, есть ещё игра коридор 7. Она трёхмерная. Сейчас посмотрим, как она пойдёт. Крафика в ней немножко лучше, чем в Вольфенстане. Ну и тормозить она будет тоже намного больше. Так, уменьшил я тут экран или нет, я уже не помню. Нет, наверное. Да, тормозит она просто невероятно. Это просто слайд-шоу. Вон там глаз какой-то летает. Ну ладно. В это играть, к сожалению, нельзя. Комфортно. Но, может быть, если уменьшить экран, то можно. Вот ещё есть игра Goblins и Goblins 2. Но они гарантированно пойдут. Поэтому я запущу Goblins 2. Так, надо как-то пропустить это приветствие. Поскольку эту историю, я и так знаю. Вот. Эта игра очень сложная. Её пройти без описания очень непросто. Строго говоря, мне её даже с описанием пройти немножко неудовольствием. В самом конце я там застрял на синхронности двух персонажей. Этот уровень я проходил. Начало, точнее. Но я уже забыл, чего и как тут надо сделать. Один Goblin у нас, насколько я помню. Ум. Это вот он. Винкли. А, нет. Фингус, Фингус. А Винкли у нас сила. Сейчас мы запустим Винклу полёт. Ну что, стоишь, дави. А, дави, дави. Ну, колбасу это не поможет украсть. Хотя... Вот так вот бывает. С незадачливыми барами колбасно-сосисочных. Так, как из неё выходить? Я не помню. Все было меню. А, вот оно. Ну, вот так и работает 286-я машина. А, вот моя программа. Она написана на Паскале. И совсем не для 286-й. Она была написана где-то в 2000-м. Где-то май, наверное. Или март. И работала она примерно на 200-м пентиуме. Ну, идею я взял со спектрума. Ну-ка посмотрим, как работает инструкция. Чувствую очень-очень медленно. Процесс очень-очень небыстрый. Там используется скроллинг экрана прямой. И видно, 286-му этот скроллинг сделать трудно. Ну, здесь рассказывается история. Эта история, она взята из книжки «Лучшие игры для спектрум». Часть вторая или часть первая, уже не помню. По-моему, всё-таки вторая. Ну, и взята она не один к одному, а уже по памяти. Потому что книжка на тот момент была уже потеряна. Кто-то мне её не вернул. Кто-то мне её не вернул. Хотя вот сейчас читаю я её, эту историю. И уже сомневаюсь, что она была пересказана по памяти. Что-то очень похоже на то, что книжка всё-таки в тот момент ещё существовала. А, вот это март. Это значит 7 марта 2000 года было сделано. Сейчас скроллинг завершится, нас выкинет в меню. И можно будет программу запустить. Так, ну и... Сейчас нас ждёт прорисовка уровня. Очень-очень небыстрая. Ну, какое есть. Уровни спектрумовские не повторяют, хотя графику я брал именно оттуда. Собственно, здесь всех уровней нету. Здесь сделано, наверное, штуки 3. Дальше стало просто лень. Ну и, конечно, физика тут существенно другая. О, в это даже можно играть. Хотя камни падают с изрядной задержкой. Да. Да. Ох, ёж моё. Что это такое было? Да. Скорость обработки, честно говоря, поразительная. Скорость обработки, честно говоря, поразительная. С другой стороны... Ой, что сейчас будет? Нет. Нормально. С другой стороны, на тот момент никто и не думал запускать эту программу на 286. Поэтому, соответственно, на ассемблере в ней, по-моему, ничего и не написано. Используется стандартный паскалевский драйвер. Для видеовывода. Да. Г или Е? Г. Уже забыл. Еще одна моя программа, это диктатор. Но, по-моему, она будет работать очень-очень медленно. Да. Потому что в ней, по-моему, задержки сделаны прямо. Дэлэями и чего-то там такое было. Ну-ка. Да, текст не спешит появляться. Ну что? Ооо, какой ужас. По букве «С». В секунду. Ну, мы не дождемся, когда же программа запустится. Поэтому придется перезапускаться. Из нее теперь не выйти, наверное. Хотя, Ctrl-C, Ctrl-B, Ctrl-Break. Не, а не помогает. Но придется перезагружаться. Ну, в целом, вот такая вот неплохая машинка. Вполне себе для игр была бы очень даже ничего. Можно еще запустить Dizzy. «Фантастик World». Или как-то так она там называется. Нет памяти для звуковых эффектов. Ну и ладно. Нет. Нет, звука-то нет. О. Так, английский. Ну, давай без звука. Хотя, давай без звука. Хотя, давай без звука. Ф4. Угу. Спейс. Угу. Ну, история традиционная. Дэйзи похитили. Как обычно это сделал ЗАГС. Несмотря на то, что вроде бы ЗАГС в четвертой части был убит. Ну, так в целом играть-то можно. Хотя, очень-очень неплавно. Да, скорость игры поразительная. Лучше в это на двойке все-таки не играть. Так, F10. Ну, в целом, кто захочет играть, тот играть в любом случае будет. Ну, вот такая вот машинка.